Ужасное ДТП. Пять человек погибло. Трое крайне тяжелых. Один, по сути, терминальный. Был доставлен в больницу Мечникова. На сегодняшний день двое пострадавших переводятся в соматическое отделение. Один еще остается крайне тяжелым. Ему провели большую операцию на головном мозге. У него поломан череп, большая гематома. Ну и наши доктора планируют тяжелейшую операцию, которая поможет скрепить позвоночник в шейном отделе. У него перебит позвоночник, поломанные позвонки в шейном отделе. И потихонечку могу сказать, что с положительной динамикой он идет на поправку. Надеемся, что ее удастся спасти. Предприятие помогает. Мы все находимся на работе для того, чтобы ребята выжили. Танк хворих приближается до середнего ступени тяжкости. Женка больше тяжелая, 25 лет, которую мы с вами смотрели. Там кроме травмы головного мозга, забоя мозга, там еще есть тяжкие переломки сток лицевого скелета. Они получают необходимое ликование. Наступным этапом планируется оперативное отречение щелепно-лицевыми хирургами. У другого, 29 лет, у человека черепно-мозковая травма, а также заборозтягивание шейного отдела хребта. Больше всего его опекула. На сегодня призначены додатковые методы обслеживания. Компьютерная томография. Після этого мы можем сказать более точно про подальше ликование. Он будет продолжать ликование в нейрохирургическом отделении. Женку после стабилизации стану будем переводить в отделение щелепно-лицевой хирургии. Ну, что наименше 3-5 дней после травмы она будет под нашим наглядом. Если стан будет стабильный, то сомненно с щелепно-лицевыми хирургами мы решим вопрос о ликовании переломки щелепи. Під час травми вони втратили свідомість і в них випала память на події, які були в момент травми, можливо, трохи до травми і після травми. Це так називається амнезія. Втрата памятня на події, які були саме в травме, це один із симптомів травми головного мозку.